Коллеги, доброе утро. Меня зовут Рыжиков Сергей. Я генеральный директор компании 1S Bittrex. Мы будем, наверное, потихонечку начинать партнерскую конференцию. И для нас всегда, в общем, питерская партнерка – это немножко сложно. С одной стороны, вы знаете, у нас есть две большие партнерки, как мы говорим, зимняя и летняя. На них мы объявляем основные планы. Но у питерской есть одна, наверное, самая замечательная особенность. Она находится посередине, между зимой и летом. И попадает как раз в формат, когда вы вроде бы основные вещи уже говорили летом, но еще были не уверены, что и как должно выйти. И готовясь к питерской партнерке, мы, по сути, выдергиваем материалы у разработчиков. И они возмущаются, говорят, у нас еще не завершено, мы еще не готовы. А мы уже пытаемся из этого собрать набор, который можно уметь показать. То есть, с одной стороны, мы уже будем говорить о том, что мы точно знаем, что будет, и оно уже очень близко к выходам или к релизам. С другой стороны, у нас будет много чего не готово. На самом деле, мы знаем, что очень много шероховатости в этих презентациях. Мы вчера до трех часов ночи собирали их, репетировали, вообще пытались собрать иногда канву из этих докладов. Некоторые у нас уже очень хорошо мы понимаем, о чем вам можно рассказать. С секретным докладом мы вообще сомневались, нужно ли о нем рассказывать, но решили, что надо, во-первых, потренироваться, во-вторых, нужно послушать вашу реакцию. И мы на этом докладе будем просить вас поменьше твитить, и лучше вообще никак. А с другой стороны, дать нам некий фидбэк. Мы, еще раз скажу, что в некоторых докладах мы совсем не уверены ни в форме подачи, а иногда у нас даже нет названия официального тому, что мы будем показывать. В общем, вот из всего этого сложится первая, так сказать, техническая официальная часть, в которой мы говорим о продуктах и о том, как мы развиваемся. Но на партнерской конференции мы всегда стараемся еще одну цель преследовать. Все, чем мы с вами занимаемся, это не только и не столько техника, это в том числе и бизнес. И у нас всегда есть бизнесовая часть, на которой мы стараемся научиться или пообсуждать вообще бизнес. И всегда хочется, чтобы с партнерской конференции можно было вынести 2-3 идеи. Я вообще всегда считаю, что вот с конференции, если приводишь 3 идеи, как ты хочешь что-то изменить в своей компании. Это очень сильно потом влияет на изменения. Я много помню конференций, не связанных с нашей деятельностью, с которых я выносил себе какой-то пункт про бизнес. И это очень сильно влияло на компанию. Вот очень хочется, чтобы бизнесовая часть оставила у вас такие же идеи, восприятие и вообще понимание о том, что или как выглядит ваш бизнес. Что можно в нем поменять. Программу вы уже посмотрели. Прекрасные беджи и вообще прекрасное настроение в Питере. Коллеги всегда соревнуются, кто поедет в Питер для нас. Это такое событие. Мы со Светой здесь родившиеся. Коллеги соревнуются, кто вообще должен выезжать и кто будет участвовать в питерской партнерке. Такая замечательная погода и вообще здорово, что вы в этот день приехали. Итак, мы начинаем первую часть. Это будет такой небольшой вводный доклад о том, что происходит на рынке. Как бы некая нормировка. После чего мы перейдем уже к описанию вообще самого продукта. Возможно, где-то я буду побыстрее, где-то помедленнее. Если что, вы помните наше отсутствие правил. Вы можете выкринуть, задать вопрос, пообсуждать. Если вопрос очень длинный, то попросим перенести на попозже. Ну, одним словом, все как традиционно, в обычном варианте. Итак, общая ситуация на том, что происходит. Конечно, хочется сказать про геополитику, но у нас, во-первых, запрещено, во-вторых, все равно ничего не понятно. И все говорят об одном, и можно только запутаться. Поэтому давайте говорить только о технологических вещах. Одно из самых больших, наверное, изменений государство, и не только наше, вдруг осознало, что интернет – это часть государства. И везде начинают прикручивать гайки. И мы сегодня поговорим о том, что это происходит не только в России, а происходит во всех странах. Государство начинает регулировать интернет. Государство понимает, что, не контролируя эту область, оно не сможет выполнять вообще зачастую свои функции. Существует огромный пакет внутренних задач у государства по присутствию в интернете, по организации прямого доступа, по спрямлению канала. Ряд вещей внутри государства, участие иногда даже в государственных мероприятиях говорит о том, что понимание возникло. Я, например, вхожу в комиссию при Госдуме по информационным технологиям, в целый ряд ассоциаций, в ИРИ, ассоциацию разработчиков российских программных продуктов. И мы видим, как государственные чиновники на совещаниях обсуждают, уже не обсуждают значимость, они начинают обсуждать, каким образом цели государства и цели сообщества могут вообще каким-то образом коррелировать. Первоначально пробовали просто крутить гайки, раз-раз, рычаги, и получали сложную обратную реакцию от людей и от бизнеса. Осознав, что интернет все-таки это среда, которую завязаны, есть у них такое понятие, связанные с интернетом экономики и бизнеса, и оказалось, что практически все теперь с этим связано, влияние интернета повсеместно, и возникл нормальный системный процесс, когда государство, Госдума или администрация президента формируют процесс коммуникации с отраслью для взвешивания своих инициатив. Иногда это происходит, как мы говорим, вбрасыванием, вбрасывается какая-то идея. В Фейсбуке, ВКонтакте взорвались, пообсуждали, замерили температуру. Не проходит. Начали обсуждать по-другому. Я всегда говорю, что надо к этому спокойнее относиться, потому что большинство вещей, которые мы с вами обсуждаем, они про предполагаемые законопроекты, но никогда не про будущее. Что с точки зрения государства? Растет количество преступлений, потери персданных, банковских карт, шпионаж, много других вещей. Государство вынуждено и хочет регулировать. Интернет стал обязательной частью культуры, госструктур. Регулирование интернет проблематично, но будут стараться. Граждане плохо воспринимают регулирование интернета, но также, как правила дорожного движения, тоже появившиеся вначале, воспринимались крайне сложно и проблематично. Существует много моделей в мире, но ни одна никому не нравится. Похоже, что каждая страна выбирает свой путь. Есть концепция китайского фейерволла, но точно можно сказать, что наша страна пошла не по этому пути. Очень часто кричат, что давайте сейчас там китайский интернет заделают. Нет, так не будет никогда. Кстати, если любопытно, вот здесь указана ссылочка на TED, есть любопытный доклад о том, как изнутри Китая они видят этот китайский фейерволл. Можно посмотреть, но точно можно сказать, что у государства была уже возможность, они уже выбрали путь не закручивания. Они решили пойти по-другому. Что происходит вообще в мире? В мире вообще ситуация странная и, я бы сказал, хуже, даже более неопределенная, чем у нас. Тут недавно на одной конференции мы с Сибрантом из Яндекса, кто-то тоже высказал, что у нас неопределенные законы. Я ему возразил, говорю, вы просто не знаете законодательства Германии. По немецкому законодательству персданные и все, что с этим связано, это темный лес. Сибрант сталкивая, говорит, мы тоже работаем в Германии, это ужасно, просто непонятно, что делать. Ну вот, например, есть стандарт по работе с персональными данными, который, например, запрещено использование системы обработки данных неуполномоченными лицами. Ну то есть, если это персданные, кто угодно не должен приходить. Надо сказать, что европейцы сформировали очень такой понятный, простой список требований. Как вы думаете, кто попадает под эти требования сегодняшнего закона? Я об этом упоминал. В США не попадают под этот закон. Только Канада, Швейцария, Аргентина, Гернси и Остров Мэн. Гернси я узнал, когда только к этому докладу готовился. На самом деле, вот если любопытно почитайте, вот эти вот постановления, там Еврокомиссия или другие, никто не выполняет эти требования. Вот мы, занимаясь бизнесом в Германии, размещали сервера в Ирландии. Вроде бы мы думали, что Евросоюз, но так как Амазон американская компания, мы не попадаем под эти правила. И, в общем, все оказалось сложно. И нужно переезжать в Германию. И формулировки такие, что вот почитаешь, и кажется, что российское закональство очень даже неплохое. 242 вступил в силу. Это закон о персональных данных. Этот закон вынудил многих перевозить сервера в Россию. Никто толком не знает, как его будут применять. Как очень часто и на Западе в том числе. Наша точка зрения, что это переговорная позиция. Есть Роскомнадзор. Нужно прийти, например. Ну а как прийти и договариваться с каким-нибудь Apple или с Facebook? Ты приходишь и говоришь, мы бы хотели, чтобы ваши данные были в России. Они говорят, ну хотите. Ты приходишь и говоришь, есть 242 ФЗ, и мы считаем, что ваши данные должны быть в России. 242 ФЗ – это серьезный аргумент. Вы бы так и сказали сразу. Большинство компаний стремятся выполнять закон. Удивительно. Они говорят, ну нет закона, мы не выполняем. Мы выбираем экономически выгодный путь. Появился закон, мы начинаем выбирать. Решения приняты. Никаких еще запретов или блокировок именно по этому закону не произошло. Но большинство западных и российских компаний будут стремиться выполнять закон. Никто не хочет находиться под нарушением и сознательно это делать. Нас, например, спрашивали, а будете вы Bitrix24 не переводить? Там же есть способы помухлевать, да? Мы все как бы знаем. Мы же все технари. И VPN, и там прокси, и еще что-нибудь. Все нам говорят, ну давайте, зачем вам уходить из Амазона? Ну, во-первых, наши клиенты спрашивают, а где у вас персданные? И клиенты будут клиентов спрашивать, и других спрашивать. Во-вторых, никто не хочет сознательно создавать риски для использования. Ну, долго был тезис, что с текущими курсами валют хостинг там будет сильно выгоднее. Вообще, вернее, с текущими как раз стало все наоборот. Ну и хостинг стал потихонечку подрастать. На самом деле он не был и до сих пор еще прям не идеальной и не очень конкурентная среда. Но из того, что мы знаем, растут они сотнями процентов, хостеры внутри. Экономика у них становится более здоровой и понятной. Мы уже говорили, что мы для себя переехали в Cloud4U. И мы выбрали, так сказать, среднего, крепкого хостера. То есть вообще есть большие совсем. Но мы выбирали того, кто готов будет динамично под нас подстраиваться и вообще адаптироваться. Но вообще качество значительно улучшается. Все это не просто изменения внутри нашего государства. Это глобальный процесс, который проистекает во всем мире, который проистекает в Европе, в Латинской Америке, в Китае, в России, в США. И это процесс некого экономического деления. Одно из самых сильных решений с 2015 года, с начала этого года, в Европе введен новый модель, попробовали. Это платить НДС при продаже. Не знаю, кто-то сталкивался с этим, кто в курсе этой идеи, как там все реализовано. Нет? Сейчас, например, на Битрикс24, если покупает человек из Германии, мы определяем, что он из Германии и сверху добавляем НДС Германии. И раз в месяц или в три месяца через специальное агентство мы подаем информацию и платим НДС. Фактически введено понятие уплаты налогов по плательщику, откуда он, собственно, происходит. Все пытаются привести к единому законодательству. Одним словом, в ближайшие годы мы предполагаем, не надо это воспринимать как сегментацию интернета, это просто наведение некого юридического порядка, юридического поля в среде экономических участников на рынке. Дальше идем. Вообще государство потихонечку начинает вырабатывать политику информационной безопасности. Годами этой политики не было. Удивительно, Патрушев выступает и говорит, нельзя пользоваться WhatsApp и Viber, госчиновником. И меня как раз по бизнес-фм спрашивают, нормально ли это? Я говорю, слушайте, я удивлен, что до сих пор можно было. То есть мне непонятно, почему у государства, знаете, у любой большой компании есть список инструментов, которыми можно пользоваться. Я не понимаю, почему у государства не было политики информационной безопасности. Чем можно, как можно, как ты несешь ответственность за инструменты. Я думаю, что в ближайшие опять же годы выработается некоторая политика информационной безопасности. Перейдем к следующей теме. Рынок электронной торговли. Он очень быстро меняется. И время очень быстро идет. Рынок электронной торговли глобализуется. Во-первых, он глобализуется внутри страны. Расстояния-то отсутствует. Ты можешь попросту на Wildberries заказывать, и тебе очень быстро будут доставлять. Ты можешь заказывать на Озоне, и тебе доставят по всей стране. У нас, конечно, особенная страна, она огромная. И это создает некие препятствия. Но тем не менее, явлением на этом рынке стало появление Алиэкспресса. И это просто, конечно, феномен. Мы еще несколько слов о нем скажем. Как сказал один мой знакомый, у которого был, я уже так скажу, был бизнес электронной коммерции, которым он возил из Китая товар и продавал на российском рынке. Отлично бизнес работал. Вот он говорит, как в мае 2014 года все ушли на каникулы, так и не вернулись. Потому что считает, что тогда Алиэкспресс включил рекламу. Посмотрите, это количество визитов. По графику даже издалека видно, да? Озон, Мвидео, Юлмарт, Алиэкспресс. Чем они намазали свой сайт? Ценой они намазали. Это просто фантастика. Они забрали фантастическое количество людей из других ресурсов. Они изменили вообще ландшафт электронной коммерции на рынке за год. За год поменялась территория. Стал лидером в России по числу загрузок среди бесплатных программ в официальном магазине Google Play. Вот так выглядит их сайт. Получи деньги, поставь приложение Алиэкспресс. Они в Google Play в лидеры выходят на андроиде. Они заставляют людей поставить приложение. Вот он идет в магазин, смотрит платье. Он открывает Алиэкспресс и ищет его в мобильном телефоне. Он ищет это платье для того, чтобы заказать его за 5 долларов. Они датируют доставку и вообще очень много всего делают. По итогам 2014 года 47 миллионов заказов кроссбордерных. Из них 28 миллионов пришлись на группу Alibaba. Обратите внимание, это статистика трафика по странам официальной от Alibaba. То есть Россия у них первое место в списке международных рынков, обгоняя Китай. Я не знаю, что здесь повлияло. Может потому, что у нас граница есть общая. Может потому, что мы дружить стали. Но рынок изменился. Сегодня они номер один на российском рынке. Какие факторы ростка? Низкая величина среднего чека, работа с регионами, низкий чек позволяет увеличить там приватность. На самом деле эти проекты уже работают не на первой сделке, не на окупаемости первой сделки. Они все работают на LTV. То, что называется lifetime value. То есть они ожидают окупиться на клиенте со второй, с третьей, с четвертой покупки. Ну или за год. Они могут себе позволить убить в свою маржинальность, уйти в минус на первых сделках. И они это делают. И делают это очень хорошо, и делают это профессионально. Алиэкспресс, помимо всего прочего, стал еще социальной сетью. Ну, тут много всяких моментов. Я бы, наверное… А, ну, наверное, еще такой есть слайд. Тоже одна из госкомиссий идет, и выступает Герман Клименко, и говорит, ребята, нужно вводить 150 долларов на защиты, как в Европе, чтобы облагалось налогами. Ему возражают. За 150 долларов большинство заказов Алиэкспресса влезут. То есть их цена помещается даже в этот диапазон. И не очень понятно, у государства сегодня нет политики, как вообще на этом зарабатывать. С Почтой России они инвестируют несколько миллиардов для того, чтобы запустить целую логистическую систему. О чем вообще речь? Ой, у меня тут слайдик один исчез. У меня там была такая вещь. Я рассказывал. Как вообще раньше был устроен рынок? Были фабрики по производству. Было много посредников, которые тащили товар, делали логистику, складировали у себя. Каждый добавлял свое плечо по дороге. И потом появлялся покупатель. Вот сейчас эта вся середина вычищается. Здесь появляется один участник. Он не борется со старыми, он никого ни в чем не убеждает. Он просто дает такую экономику, когда здесь оказывается товар совершенно несравнимый с ценой, которая была там. Вообще это большое, очень большое изменение. Мы называем это спрямление каналом. Оно влияет вообще на всех игроков. И похоже, это не только Алиэкспресс. Не нужно его рассматривать. Таким образом, очень многие вендоры напрямую начинают торговать. Это изменение будет происходить и дальше. Пробегу, тут у меня не так будет много времени. Дистанционная работа. Мы целоисследование сделали вместе с отдельным консалтинговым агентством. Я очень детально не буду останавливаться. Мы с вами-то это чувствуем по-другому. Мы в большинстве своем работаем либо удаленно, либо считаем это нормально. Но по разным оценкам сейчас дистанционный эффект, дистанционная работа 1% занятых ожидается, что она вырастет до 27%. Этот эффект ожидают в фантастических цифрах. Разогревается система и вообще тема дистанционного образования. Не буду на ней очень детально останавливаться. Наверное, скажу, что по сути все даже пошло в создание совершенно новых медийных контекстов. То есть создаются учебные курсы. Я думаю, что мы когда-нибудь доживем до ситуации, когда в школе преподаватель будет выбирать для своих школьников какой-нибудь уникальный курс физики, какого-нибудь профессора, который будет записан, состоять из медиаконтента, из массы вопросов. Его будут лицензировать. И школьники будут располагаться, смотреть этот материал, на сайте заполнять ответы, участвовать в какой-нибудь викторине. Очень много всего меняется. И эти изменения будут обязательно сказываться. Юра об этом будет еще говорить в своем докладе про конверсию. Я на партнерке об этом говорил. Основная ситуация сегодня с интернетом такова, что интернет больше не растет на сотни процентов. Он прирост на 5 процентов. В этом году, видимо, прирост будет еще меньше. Фактически все крупные города уже в онлайне. Не в онлайне только города, которые за 100 человек, либо небольшие населенные пункты. Там еще будет происходить небольшой прирост пользователей. Ну и все, кто уже в 12 приходят, все уже живут в вебе. А те, которые 55+, ученые спорят, будут ли они вообще пользоваться вебом. Это главный вывод, что интернет уже сформировался как среда. В нем драматических изменений не произойдет. И придется работать исключительно с той аудиторией, которая сегодня есть. И конкурировать за нее. Ну вот такие выводы. Что большая часть населения уже в сети. Рост аудитории возможен только за счет регионов. Мобильные устройства завоевывают основной сценарий работы. Поисковые системы. Мы сейчас немножко об этом поговорим. Они меняют требования под мобильники. И вообще сами поисковики меняются. Ну вот мы будем говорить про конверсию. Кто лучше конвертирует. Что нужно работать с мобильными устройствами. Я пробегу эту часть. Для вас она очень хорошо знакома. Сайты в аренду. Я помню питерские партнерки, где мы очень много спорили вообще делать или не делать сайт в аренду. И для всех, для нас это такой большой был вопрос. Я могу сказать, что лет 10 последних, каждая стратегическая сессия у нас в компании, мы пытались понять, у нас все есть для того, чтобы сделать сайт в аренду. И мы всегда спорили, есть там деньги или нет. Вообще удивительно. И здесь та же ситуация, очень похожа. Похожа немножко. С тем же самым Алиэкспрессом. Во-первых, очень много игроков. И вдруг приходит на этот рынок участник, который стоит на бирже, который монополизирует рынок и завоевывает рынок не экономикой своей, а капитализацией на бирже. И он выжигает рынок. Он его завоевывает и окупает его своей капитализацией. И каждый раз спор, наш ли это с вами рынок или нет. У нас ли они забирают аудиторию или нет. Мы для себя тогда и сейчас отвечаем, что есть рынок профессиональной разработки и то, чем мы с вами занимаемся. По сути, консалтинг. И есть рынок самоконструкторов. Они не очень меняются. И тот процент людей, которые там пользуются ими, всегда примерно одинаковый. Но так как все пришли в веб, то, собственно, и размеры увеличены. Но, кстати, очень удивительно. По айтреку живых сайтов немного. Ни на одном из этих проектов вроде не так много живых сайтов. Тоже изменения не совсем понятные. Поисковики. Война войной. Google чуть-чуть теряет. Это с 2013 года. Яндекс чуть теряет, Google чуть прибавляет. Очень серьезная конкуренция на всех фронтах. Я бы сказал, что на мобильной ситуации сильно хуже. Важным решением можно считать решение фаса по Google, по конкуренции. Еще как бы решение принято, что виновен. Не принято решение, как наказывать. Из того, что я знаю из общения с коллегами из Яндекса, у меня даже нет сомнения, что там, в общем, история очень сложная. И действительно огромное количество нарушений было. Google своим монопольным поведением стремился добиться монополии и на соседних рынках. И выбрал, собственно, такую стратегию. То, что государство начинает играть в эти игры, это характерная ситуация, опять же, не только для нашей страны, но и для Европы, и для других участников. Хотелось бы об этом побольше поговорить. Есть, например, у нас опыт монополии Google на европейском рынке, когда совершенно отличается динамика цен, переходов, кликов от того, что есть на американском рынке, где есть конкуренция, или на российском рынке. Но эта данность, это происходит, наверняка эти решения повлияют существенно на изменения. На фоне всего этого SEO вроде как бы уже и не торт, но все равно еще тема. Он переходит, меняет свою специфику, становится контентной историей, становится все больше бирж, которые пишут уникальный контент. Все начинают уже теперь не за ссылками гоняться, а за авторским текстом. Много людей находят работу в том, что они пишут тексты, описания товаров уникальные, и создают уникальный контент, потому что это начинает цениться больше, чем любые внешние ссылки. За внешние вообще можно и пострадать. Как говорят, что там тех, кого закинули в Минусинск, не смогли иногда и выбраться. Многие пострадали. Ну, надо сказать, что здесь по Яндекс, в частности, занимает довольно аккуратную позицию. Он вроде бы как бы хотел всех предупредить, но всех убить не хочет. То есть он очень аккуратными инструментами пытается поменять этот рынок. Но, видимо, эта тенденция сохранится. Скорее всего, они будут бороться с тем, что они считают не очень правильной конкуренцией. Это объем рынков рекламы. Я его хотел обратить внимание. За 15-й год прирост телевидения минус 22%, радио минус 25%, печатные СМИ минус 34%, наружная реклама минус 27%, интернет плюс 9%. Везде все падает. То есть если посмотреть на рекламодателя, они везде говорят, так, стоп, это дорого. В целом все считают, что интернет это более-менее приемлемо. Поэтому цена клика, в общем, даже не падает, надо сказать. На самом деле это говорит о том, что рынок упал везде повсеместно, но контекстная реклама, она растет. Хорошо, плохо, но, в общем, эту данность тут мы вряд ли сможем анализировать. По бигдате времени, к сожалению, будет мало о том, чтобы рассказать. Вообще прям большой тренд из такого мема больших данных это потихонечку превращается в поиски компаний ответами. Ну, в принципе, к каким-то вещам мы уже привыкли. Что ты, например, заходишь, я там искал электрическое устройство или там силовой тренажер, и потом меня преследует несколько месяцев одна и та же реклама. Я уже стал по-другому. Я начал выбирать, какую я хочу, чтобы меня реклама преследовала. То есть ты зайдешь там, выберешь на Wildberries красивое платье девушек, и все прекрасно, у тебя отличные веб-сайты, и ты смотришь отличную рекламу. Подстраивайтесь под себя. Но вот эти вот большие бигдатные проекты, они гоняются за нами. Очень многие компании строят и видят из этого вообще гигантский потенциал для себя, для роста. Мы, видимо, будем, а может и не будем рассказывать. Не будем же, да? У нас есть свой бигдатный проект, который связан с e-commerce, 15-16 тысяч магазинов, обсчитываемых событий в месяц 855 миллионов, 332 миллиона уникальных посетителей, 8,5 миллионов уникальных товаров. Рост продаж по рекомендациям от 9 до 37 процентов. Это именно месячных магазинов, то есть это статистика за месяц? Windows 10, ну, все уже столкнулись с этой историей, все пообсуждали. Мы просто о том, что уже никто не церемонится. Вот, наверное, Microsoft дольше всех упирался. То, что делал Apple и Google, давно уже было, в общем, наверное, всем понятно, но как-то принималось. Но сейчас уже даже на дисктопах за нами шпионят, собирают персонализацию, нам стоит что-нибудь сказать, в письме упомянуть. Я даже Facebook тут писал. Супруга показывает мне Facebook, фотографию ей рекомендуют девушку этот Facebook, добавьте в друзья. А это операционистка из Сбербанка. она ей показывает, говорит, слушай, а как он мог догадаться, что я с ней знакома? Я ее вчера увидела. Я говорю, ну, а как ты вообще с ней общалась? Она говорит, ну, я один раз ей в WhatsApp сообщение написал, а она мне ответила. Я говорю, все. Потому что WhatsApp – это Facebook, Facebook понимает, что нужно вам помогать друзей налаживать, и он уже, а он же и сообщение же видел. Я говорю, теперь следи за рекламой. О чем вы там писали? Наверное, должны появиться рекомендации в связи с этим связанные. Особая цель – это клиент-ориентированный маркетинг. Ну, не буду, наверное, детально рассказывать про наши технологии. Я, наверное, скажу, что мы разработали еще один проект для Bitrix24, который дает ответы на два вопроса нам. Список бесплатных порталов, которые к переходу на платный тариф. Он там вычисляет, нам говорит, 70% вероятность, что этот клиент перейдет на платный тариф. И дальше маркетинг думает, хочет он с ним работать или не хочет. И есть еще одна цифра – список порталов, которые готовы уйти в ближайшее время. И тоже вот эти ответы – это как мы для себя применяем технологии по Big Data для повышения продаж и управления с аудиторией. Очень много конференций, где об этом говорят. Так, ну, наверное, в завершении, что есть сегодня бизнес-интернет-агентств с нами? И вообще, чем мы с вами занимаемся? С одной стороны, все очень круто, потому что мы с вами в растущем месте экономики. Вот если бы мы с вами занимались, не знаю, какими-нибудь металлическими заборами, мы бы с вами просто уже плакали. А мы с вами собираемся и еще думаем, у нас рост или падение? Да, мы такие. Вот Сергей потом покажет вам аналитику по Питеру, по партнерским анкетам. Мы в правильном сегменте, который растет. Мы разбираемся в том, в чем не разбирается куча других людей, и они бы хотели в этом разбираться. Офлайновые бизнесы рассчитывают на интернет как на единственный способ роста, развития и вообще на некую перспективу. Это не значит, что все там безоблачно, и мы поговорили там много разных нюансов. Но еще раз хочу сказать, что так как интернет меняется, вы тоже должны меняться. Иногда бывает, там продажи падают. Я говорю, слушай, ну ты три года сайт не менял. Рынок поменялся, все поменялось, все должно выглядеть по-другому, а ты выглядишь как раньше. Ты даже говоришь в терминах как раньше. Я говорю, ты хоть слово конверсия произнес или предложил клиенту мобильную адаптацию или какие-то пакеты услуг, связанные с этим. Меняйтесь, меняйтесь вместе с рынком, смотрите за тем, что происходит. Ну а мы в свою очередь расскажем вам в следующем докладе, как планируем и как меняемся мы. В 15-м году мы растем примерно на 40 процентов. И Bittrex 24, конечно, сильный драйвер роста. Он растет в 3-4 раза быстрее, чем растет управление сайтом. Тоже есть отдельные причины, почему. Этой осенью нас ждет 4 продукта, презентации. И в следующем докладе мы как раз расскажем о том, что мы будем делать, что мы будем представлять. Так как это общий доклад, коллеги, я с вашего времени разрешение сэкономлю это время, мы сразу с Юрой перейдем к докладам по продуктам, попробуем успеть, во-первых, во-вторых, оставить время на вопросы. Мы думаем, что у вас их может оказаться очень много.